Доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик на прошлой неделе стало известно в израильских сми появилась новость о том что в сша рассматривают в белом доме рассматривают инициативу закрепить декларативно сделку века чтобы это было единственной позиции единственной доктриной взаимоотношений с израилем и палестиной то есть решение израильско-палестинского конфликта надо отметить что сделка века включает в себя примерно 10 пунктов предварительных условий для начала переговоров которые в первую очередь направлены на палестинцев надо отметить что ранее еще во времена осла когда были заключены первые мирные инициативы мирные переговоры которые как мы понимаем унесли десятки а то и сотни жизней этой тысячи жизней еврейских надо отметить что тогда не было предъявлено никаких предварительных условий к палестинцам которые всегда потом отвергали любые инициатива отвергали соблюдение мирных переговоров а здесь сделка века и подготовлен господином трампом и соответственно из сша абсолютно по-другому смотрят в первую очередь есть те пункты которые мы перечислим сейчас это признание государства израиль это отказ от спонсирования и пропаганды терроризма и много других интересных пунктов взамен этого как мы об этом рассказывали в одном из наших видео палестинская автономия получила бы ряд огромных экономических вложений достаточно вкусных вложений но нет сразу же после публикации сделки века палестинцы с таким пренебрежением отменили эту инициативу отказались от этой инициативы сказали что никогда этого не будет надо отметить что именно сейчас перед выборами в сша которые состоятся в ноябре месяце израиль тоже и поддерживает такую декларативную инициативу потому что в случае если придут к власти демократы они захотят поменять все обратно по изменить политику вернуться к два государства двум народам а может быть чему-то еще хуже и соответственно все любые достигнутые ранее соглашения могут быть отменены а мы понимаем что так 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 же как палестинцы не хотят мира и соответственно искреннего мира они хотят только терроризма уничтожение евреев и чтобы ни одного еврея не осталось на этой земле то есть на нашей земле также израиль не хочет продолжение идеи осла продолжение вот этого пути такого самоубийственного пути мы понимаем что дональд трамп сейчас готовит почву в разные соответственно сценарий случае если придет господин байден к власти достаточно пожилой человек мы видим что у него проблемы и со здоровьем и соответственно в случае если придет власть к нему то это будут марионетки он будет всего лишь марионеткой не и будут управлять те или иные его советники а мы видим что он уже сейчас не может даже запомнить имя своего вице-президента и в случае если он победит мы понимаем что именно сейчас нужно закрепить эту инициативу потому что в будущем случае если будут какие-то политические изменения израиль всегда сможет сослаться на то что в первую очередь палестинцы пусть соблюдает свои предварительные условия пусть они признают израиль пусть они прекращают терроризм пусть они получают как говорится демилитаризованную страну но мы в свою очередь начнем любые переговоры только после них так вот до до тех пор пока наша страна наши лидеры не осознают и не назовут правду своим своим именем то есть не скажут официально что никаких переговоров не может быть и речи потому что только еврейский народ здесь хозяин земля израиля принадлежит только еврейскому народу земля которая дана самим всевышним случае если не не будет звучать это правда то и дальше будут какие-то мирные инициативы соответственно вы израилю придется играть опять таки в поддавки или в шахматы чтобы как-то и по тем или иным сделкам века или другим инициативам игрок лица вилять от палестинцев как мы видим палестинцы свою очередь и об этом мы очень много раз говорили они все время говорят эту правду со знаком минус они говорят что палестина это земля в которой принадлежит исконно палестинцев то есть они говорят эту ложь ярую ложь а мы должны из этого выучить что до тех пор пока мы сами не научимся говорить правду и говорить правду открыто громко твердо до тех пор мы будем ждать вот этих инициатив декларации так далее тому подобное тоже как говорится нет худа без добра пусть будет декларативно официальная позиция сша а дальше мы всегда сможем как-то варьировать до тех пор пока и не изменится официальная позиция нашей страны полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео другими видео с друзьями с божьей помощью будем свидетельцем больших чудес нашей прекрасной и цветущей стране если у вас есть какие-то комментарии идеи предложения оставляйте под этим видео если вы хотите стать спонсором нашего канала есть вкладочка спонсорства не стесняйтесь пишите нам и спонсируйте нас будьте здоровы берегите себя и до скорых встреч